Семья, всем привет! Сочи, Краснодарский край. У нас сегодня 6 декабря 2021 года. Вот была бы возможность, чтобы вот так вот была камера здесь на голове, так сказать, или в очки встроенного, монтированной и все в прямом эфире снимала. Не надо было бы вообще снимать видео, монтировать. Можно было бы все в прямом эфире, показать, кому интересно. И все бы это записывалось на всякие роды сервера. И в прямом эфире, или, так сказать, потом оффлайн можно было бы все это посмотреть. Ребят, я такой запрос отрабатываю интересный. И, в принципе, сейчас ничего интересного я особо глобально показывать не буду. Просто переговорим с вами. Кому не интересно, можете выключаться, я без обид. Он хочет застройщик, застройщик местный. Он посоветовался как бы и просто мнение выслушал. Говорит, Дим, какие дома продавать, в какой ценовой категории, чтобы они были проданы? Я говорю, слушай, до 20 миллионов продавай. То есть купи землю и построй, соответственно, на ней дома, чтобы они стоили до 20 миллионов. Ну, допустим, вытяните по пятнашке, продавай по двадцатке. 5 миллионов сверху за каждый дом, это более чем нормально. Я считаю, и 3 нормально. Ну, 5 это вообще, говорю, нормально. Не надо гнаться за этим 10 миллионов с дома. Понятно, что хочется заработать. Ну, как бы сейчас рынок таким образом себя повел и, в принципе, ведет уже. На рынке недвижимости в плане продажи домов есть определенное затишье. Есть определенное затишье. Поэтому я говорю, нормально. Нормально. Питака сверху это нормально для вас будет, то есть для застройщиков. За всю нервотрепку и так далее. Значит, ему нужно минимум 30 соток, потому что он хочет построить хотя бы 4-5 домов. То есть он говорит, я возьму 30 соток, 50 соток, гектар возьму, найди мне. Я готов платить там до 2 миллионов за сотку. Готов платить, если это будут хорошие видовые участки. Либо, если это будут просто видовые участки на горы, рассматриваю все районы. Абсолютно вот все районы он рассматривает. Ну, и мне, соответственно, я там скинул информацию, то всем тоже своим коллегам, знакомым, они мне начали набрасывать участки. И вот район у нас есть, такое село Пластунка, соответственно, очень хороший район. Там отличный асфальтированный подъезд, есть своя и школа. Вся инфраструктура, магазины, без проблем, все это, все есть. Вот. И, значит, скинули мне пару кардастрах номеров, я приехал. Ребята, это такая глушь, я в такое место приехал, на улице Леселидзе. Вообще она классная улица, и там абсолютно идеально сейчас новый асфальтированный подъезд. Но я, как бы, тот участок, который мне сбросили, а это 34 сотки земли, и на них даже старый дом по стройке стоит, бетонный, на 160 квадратных метров, он находится в таком месте, где, ну, надо где-то примерно километра, наверное, два проехать по такой грунтовке, причем такого не очень хорошего качества, а в оконцовке вообще просто по земле, так сказать, доехать до самого дома. Ну, место само шикарное. Я его не продаю, я понимаю, что оно за такие деньги, ну, не продастся. Ну, хотя я переговорил здесь с соседями, со всеми, чтобы вы понимали, здесь адрес Леселидзе, улица Леселидзе, дом 104, да, место шикарное, тупиковое, чисто для тишины. Ну, это чисто так, знаете, для дачи, то есть ты приехал сюда, и ты никого здесь не увидишь, не услышишь. Цивилизация придет сюда лет через 10, я имею в виду, это асфальтированный подъезд и так далее. Сейчас встретил здесь, соответственно, соседку по пути, пока искал, я не мог долго найти этот участок. Она говорит, слушай, меньше миллиона у нас здесь за сотку нет, она мне заявляет. Я говорю, слушайте, ну, хотя бы 1700 бы, 600 бы продавали сотку, было бы актуально. Она говорит, меньше миллиона, и мы тоже, говорит, голую землю 30 соток продаем за 30 миллионов. Ну, вот я хотел с вами переговорить, я сейчас не пойду туда, там люди живут. Я не пойду, потому что понимаю, что под моего клиента, под застройщикой, это вообще не подходит, потому что ему нужна развитая инфраструктура, хороший подъезд, более-менее, хотя бы это, чтобы это была какая-нибудь щебенка, да, в идеале асфальт или бетонка, ну, хотя бы щебенка, чтобы там были все коммуникации, ну, газ не обязательно, ну, хотя бы, чтобы там вода была и скважины, да, то есть, в общем накопители, либо центральная вода. То есть, я понимаю, что под моего клиента это не подходит, поэтому я не, и у меня нет таких клиентов, кому я могу сейчас предложить это. Но с вами пообсуждать я готов. То есть, какая цена, по вашему мнению, должна была бы быть здесь, за ту сотку земли, за этот объект, чтобы он продался. Я сейчас переверну камеру, покажу вам, в принципе, окрестности, прогуляю здесь, ну, и мы с вами еще пообсуждаем. Ну, еще раз говорю, что я туда не пойду, потому что, ну, не хочется людей волновать, собственно говоря. Я вам хочу сказать, что виды там, конечно, шикарные. Вы представляете, вот в таком месте, то есть, с учетом того, что это тупик, то есть, тут подъезжаешь, как бы никого нет, справа лес, слева лес, там вокруг вот такие вот горы, вокруг такие горы, вот дом стоит, он на 160 квадратных метров, вы прекрасно видите, да, что он бетонный. Я не удивлюсь, что и в доме там все в порядке абсолютно, все, ну, более чем достойно, да. Вот. Участочек там клевый, вижу, что он с самым минимальным уклоном, и что очень много плодовых деревьев на этом участке растет, очень много. Ну, короче, участок очень большой, все-таки 34 сотки, как бы, это большой участок. Очень хорошенький такой участочек, без ландшафтного дизайна, но видно, что люди здесь живут, и вот в окружении такой природы. Представляете, летом какая здесь красота, и какой здесь уют. То есть, если чисто было бы много денег, и для дачи здесь в качестве там просто приезжать, и вдали от цивилизации здесь, знаете, здесь можно детей выпустить, собаку выпустить, самим гулять там, ну, отдыхать, никто вас здесь никогда не побеспокоит, да. Но есть нюансы. Вот, получается, 34 сотки вот с этим домом, они продают сегодня, на сегодняшний день, все это за 30 миллионов, то есть чуть-чуть меньше, чем миллион за сотку. Но, мое мнение, что если бы это стоило миллионов бы, ну, до 20, до 20, вот, 20 край, да, то однозначно, однозначно это было бы продано. Хотя соседка мне заявляет другое сейчас. Она мне говорит, а где ты найдешь землю, ну, за миллион сотку еще в Сочи? Я ей говорю, слушайте, ну, я найду вам землю в Лоу у меня есть. Она говорит, так это же Лоу, тебе туда придется ехать, там, Хобза, Лоу. Ну, тут, как бы, тоже, да, согласен, где-то согласен, но не хватает, мне лично не хватает, как бы, подъезда. Потому что, я смотрю, у одного соседа Нива, у второго соседа Нива, потому что, вы понимаете, да, вот такой вот подъезд, собственно говоря, к этому непосредственно дому, да. То есть, это даже не щебенка. То есть, в принципе, если пойдут какие-то сильные дожди, то, кроме как на Ниве, ну, или на каком-нибудь хорошем паркетнике, или с хорошей резиной, в принципе, главное, чтобы резина была хорошая. Вы сюда, ну, не подъедете, не подъедете. То есть, это чисто летний период времени. Но хорошо то, что никто не побеспокоит. Ну, в общем, это такое, знаете, видео, я хочу, чтобы вы написали вообще. Ну, вот, вам лично нравятся такие места, да, где вот справа лес, слева лес. Вот, допустим, моей, например, жене очень нравится. Она бы сказала, вау, какое место классное. Там, можно ходить спокойно гулять и так далее. Я вам больше скажу, смотрите. Вот здесь идет вот это вот, чтобы вы понимали, это водоснабжение. Я слабо понимаю, откуда оно идет и куда оно идет. Но то, что это как бы вот водоснабжение, это точно. Ну, только откуда и куда его тянут, я не понимаю. Вот это я у соседки не успел спросить. Либо где-то какой-то накопитель стоит, где-то родник есть. Ну, в любом случае. Я, причем, на протяжении, я пока ехал сюда, останавливался несколько раз, я видел уже этот шланг, что он и там, и там, и там. То есть, со светом здесь проблем нет. С водоснабжением тоже проблем нет. Как она мне заявила сейчас, газ у нас тоже скоро будет. Ну, я тоже думаю, что у нас тоже скоро будет. Но когда это скоро? Через год, через два, через пять лет. Понятно, что когда-то, рано или поздно, все будет. И дорога здесь будет. И она говорит, ну, если нам дорогу сделать, заявляет мне она, если нам дорогу сделать, тогда у нас уже будет это все стоить не миллион за сотку. Ну, хорошо, хорошо. Дорога там действительно очень клевая. Сейчас я выйду. Ну, вот, мы сейчас раз, уже как бы начинается полу такая гравийка. Ну, дальше она просто не очень хорошо в качестве. Сейчас я вам покажу. Сейчас я сяду в машину просто и покажу вам, какого качества, чтобы вы понимали, да, о чем я говорю. То есть, я не голословен. Ну, все про тишину, уют вы поняли. Ну, вот вообще, как вы готовы были бы теоретически купить вообще в таком месте? Я сейчас не про цену говорю, а вообще, в принципе, в таком месте вы готовы были купить, если бы вас устраивала цена? Вы что больше предпочитаете? Магазины, фраструктуру, соответственно, школы, сады там, суету, море или вам на горы, спокойствие. Вот такая дачная атмосфера, тишины, чтобы никого не было рядом. Ну, давайте, сейчас в машине включусь, покажу вам, про какую дорогу я говорю. Вот я включил на секундочку камеру, сейчас еще включу. Вот я отъехал от этого места буквально там метров 200, там 100. И вот здесь я хочу показать вам, что вот какая дорога, да, здесь. То есть, ну, по ней ехать можно, вопросов нет зимой и летом. Ну, я вам хочу сказать, что вот вы скажете, да, допустим, кто-то скажет, вот ужасно и так далее. Да, я согласен, что, конечно, не асфальт, но посмотрите, люди в каких домах здесь живут. Это, чтобы вы понимали, тут квадратов, ну, я не знаю, квадратов 300-350 в этом доме. И вот люди как бы живут здесь, понимаете, вкладывают деньги. Бетон тут залили, парковку. То есть, как говорится, не нужно решать за клиента, да, то есть кто-то находит это место уникальным. Уникальным. И даже если им здесь земля в свое время доставалась на халяву, однозначно, это стоило построить денег. Ну, видно, что дом не старый, что постройка, в принципе, относительно свежая, может быть, 5 лет. И это стоит денег. А дорога вот такая, ну, вот видите, прекрасно. Да, я думаю, что это мне на телефоне не очень хорошо видно, а вам на экране монитора, компьютера видно отлично, какая дорога здесь. Здесь, извиняюсь, что без стабилизатора, вот, ну, вот, как раз, чтобы вы понимали, в сериале осознавали. Вот, как бы, если хочешь купить сотку земли в Сочи за миллион, нужно всегда чем-то жертвовать, называется, да. Либо уклон будет какой-то серьезный, либо местечко. Вот, то, о чем я говорил вам минуту назад, что здесь нужно ездить на Ниве. Потому что на Ниве, это, конечно, вот, как бы, нормальная тема. Девушка на Ниве как раз. И сейчас буквально вот километра полтора по вот такой дороге. И сейчас мы попадем с вами на совершенно другую дорогу, другого уровня, которую недавно сделали. Говорят, что и здесь когда-то будет такая же дорога. Конечно, будет. Вопрос только один. Когда? Да, чуть-чуть отъехал, хочу вместе с вами прогуляться. У нас же такой репортаж, репортаж мы с вами рассуждаем. Слушайте, ну, в принципе, вот она, вот она, красотка, где мы, собственно говоря, купаемся, где мы с вами купаемся. Очень много живописных мест здесь, на самом деле. Например, там для шашлычки, там они делают. Очень, так скажем, ну, не баз отдыха, а зон отдыха. Там, потому что направо известна всем достопримечательность Ореховские водопады. Ореховские водопады. И, конечно, вдоль вот речки, вдоль речки, здесь очень много всяких зон отдыха. Очень много всяких разных зон отдыха. Опасно здесь, если честно, на таких обрывах ходить. Ну, вот красота. В той стороне у нас Ореховские водопады с вами. И вот видите, всякие вот постройки. Это все вот беседочки там, мангальные зоны и так далее. Много чего есть. Много чего. Очень интересное место. Сейчас я поближе подъеду. Вон там конюшня, лошади. Фонные прогулки летом. Здесь у нас тоже. На Джапаридзе. Это у нас Джапаридзе получается. С этой стороны Леселидзе. Сейчас выйду на дорогу, покажу вам все-таки. Здесь есть очень хорошие дома. Очень хорошие дома. Здесь очень много хай-тека. Очень дорогих классических домов. Очень много. Сейчас я вам покажу, в принципе, какая там дорога идеальная. Подъездные пути. Не считая вот этого кусочек. Вот опять Нива, понимаете, едет. Опять Нива. Причем такая Нива. Вы поняли, да? Не Шевролет, а такая наша классическая Нива. Самая лучшая Нива, которая когда-либо была произведена. У меня такая же тоже была. Трехдверная. Ну, давайте погуляем. Я буквально отъехал. Еще дорога не началась нормальная абсолютно. Не началась еще нормальная дорога. Все тоже качество. Я немножечко отъехал. Вот там всякие, я не знаю, как это назвать. Летом всякие фигвамы там. Понимаете, да? То есть там можно переночевать. Ну, это там летнее кафе какое-то вот там есть. Но это все в летний период времени. А сейчас, конечно, не совсем актуальна эта ситуация. Но, блин, я хотел пройти до большой реки, но у меня, наверное, не получится. Наверное, у меня не получится. Сейчас посмотрю. Тут надо сапоги по колено. Да. Здесь не получится. Ну, может, в другом месте, конечно. Хотя. Ну, в общем, вы видите, да, ситуацию. Здесь маленький просто ручеек, да? А дальше, соответственно, уже побольше. Ну, сейчас я все равно еще в одном месте остановлюсь. Я к тому, что здесь хорошие сами по себе места. И вокруг всегда горы, конюшни. То есть сами по себе места здесь очень-очень хорошие. Сами по себе места, да, хорошие. Но, как бы, вот такая ситуация. Уже идет охранник, наверное, чтобы меня, так сказать, это, сказать, что это частная территория. Вот. Так, ну, наверное, да, наверное, где-то километр, ну, до полутора километров, как бы проехал я по этой дороге. Кстати, охранник очень культурный подошел, сказал мне о том, что я могу ли чем-то вам помочь. Я говорю, здесь частная территория. Он говорит, нет, пожалуйста, отдыхайте, гуляйте. Мы здесь планируем турбазу, ночлег делать, шашлычки и все дела. Но, соответственно, в летний период времени. Вот. И вот такая дорога начинается. Вот это у нас Лиселидзе. И вот такая идеальная дорога. И, в принципе, планируется, что это идеальная дорога. И продлится, соответственно, до этого места, до того места. Но только когда это будет? И кто за это все заплатит? Вот что самый основной вопрос. А дорога нынче, тем более асфальтированного такого качества, это удовольствие не дешевое. Я вам точно могу сказать, сейчас нынче дорогое. Ну, вот такое хорошее. Вот справа, получается, мы едем. Постоянная река вот так вот у нас. С той стороны у нас улица Джапаридзе. Это у нас улица Лиселидзе. Сейчас я еще в одном месте здесь остановлюсь, вот прям в онлайне. И покажу вам прям секунда дело, прям вот секунда дело. Остановлюсь сейчас прям. И вот покажу вам еще здесь, с этой стороны, где мы купаемся в бассейне, с той стороны. В общем, вы меня поняли. С этой стороны, с той стороны. Сейчас вы все, короче, наглядно поймете. Я специально, вот вам. Качество дороги просто идеальное. Идеальное качество дороги. Вот. И вот, значит, вот так вот. Это у нас там, получается, улица Джапаридзе. Это у нас таверный вертолетчик, где мы постоянно с детками летом купаемся. Там идеальный бассейн. Вот она. Идеальный 12-метровый бассейн. Выполнены лучшие компании по строительству бассейна в Сочи. Потрясающие. Стоит недорого все. Это хороший ресторанчик. Вертолетная площадка официальная, единственная в Сочи. Вот. И вот чистенькая вода. Чистенькая вода. Действительно, чистенькая вода, идущая прямо с Ореховских водопадов. И, конечно, вот там дальше мы купаемся. Вот там дальше мы купаемся на выезде, при везде в село Пластунка. То есть, еще раз подчеркиваю вам и рассказываю так немножко. Виды хорошие. Райончик очень хороший, более чем престижный. Понятно, что это не центр. Но кому нужен центр, когда вы строите, собственно говоря, дом? Подъезд идеальный. Все нормально. Вопрос в цене, да? Еще раз говорю. Стоила бы сотка меньше миллиона, там, в идеале, там, тысяч по 700, например, да? То, конечно, была бы продана. Но вот ценовая политика в Сочи 2 миллиона на сегодняшний день в среднем стоит стоимость сотки земли там в любом месте. И поэтому считается, что миллионы это уже как бы дешево. Ну, а тут даже меньше миллиона, как бы, но все равно. 30 миллионов за 34 сотки, я считаю, немножко как бы, по мне, дороговато. Дороговато. Все, ребята, я вас обнял. Счастья вам, здоровья, любви. Будем продолжать искать земельный участок для моего застройщика. А вам всех благ. Не болейте. Продолжение следует...